Что такое будет D и G, T? Тоже самое, что она была. Не-не-не, подожди, не то же самое, что она была. D и G, T, это что такое будет? Какая строка взята из матрицы B, T? И, T. А из матрицы B это какой столбец? И, T. Посмотрите, вот это. Давайте я напишу вот так. Это строка I из B, T помножить на столбец G из A, T. Но строка I из B, T это то же самое, что что? Столбец I из B, правильно? Ну, транспонирование превращается в строки в столбцы. Смотрите, это столбец I из B, а это столбец G из A, правильно? Ну, строка, строка, согласен, строка I из A. Ну, а то, что у нас B, а это ничего страшного, что порядка нет? Ну, это для квадратных матриц, то есть я пока обсуждаю квадратные матрицы. Хотя, подожди, это может... Не-не-не, это не обязательно для квадратных. То есть я рассматриваю те матрицы... Нет, ближе, все нормально, даже не для квадратных, все окей. Смотри, у матрицы A были какие размеры? N на K. У матрицы D были какие размеры? Давай лучше K на H, так на слух различия слышно. Если я их транспонирую, A транспонированное, это какого размера будет? K на N. Да, да, в нижнем них должно быть согласован. Затем должно быть K на N, вот так вот. A транспонированное будет K на N, и B транспонированное будет N на K. Да, я согласен? А, это как? Здрасте. И Вика. Вот Вика правильно говорит мысль, что, вообще говоря, вот это действие можно делать, если матрица A и B, ну, если умножение согласовано, согласен, A, K на N должно быть, и B, N на K. Хорошо. Значит, да, вот в такой ситуации, когда согласовано, то у меня получается, что здесь результат точно такой же, как здесь. Соответственно, мы с вами доказали, что это B транспонированное, A транспонированное. Просто посмотрев, что на что получается. Так, ну ладно, хорошо, вот с транспонированным произведением уже прикольные вещи. Хорошо, но с транспонированием более-менее разобрались, там вроде никаких других сюрпризов транспонирования нет. Еще раз, надо просто проследить за тем, какая строка есть, с какой матрицей умножается. Смотри, если я умножаю B, T на A, T, то вот этот элемент с коогнатами D и G. Это строка I из B, T умножить на столбец G из A, T. Это то же самое, грубо говоря, что столбец I из B умножается, давай я напишу вот так, что это строка G из A домножается на столбец I из B. Согласна? Ну потому что строка I из B, T, это то же самое, что столбец I из B. Юль, понимаешь? Ну да. Соответственно, мы доказали такую штуку, правильно? Да. Теперь давай еще раз рассмотрим, что вот A на B транспонированы, эту матрицу отзовем F. Давай посмотрим, что такое F и G. F и G, то есть в этой матрице F, в точке I, G, находится... Да, а A на B равняется C. По определению транспонирования там находятся C, G и T, правильно? А что такое C, G и T? Это какая строка из матрицы A? А, это строка G. Строка G из A помножить на что? На столбец, ну я буду в такой более-менее французской транскрипции I из B. Но по-моему, одно и тоже написано. Строка G из A, столбец I из B, строка G из A, столбец I из B. То есть элемент D и G, T вот в этой матрице, совпадает с элементом с теми же... А раз они поэлементно совпадают, эти матрицы, значит и... И, вернее, совпадают как матрица. Хорошо, значит, это мы доказали. Так, теперь обращение матрицы. Это чуть более сложная операция. Значит, определение. Значит, опять же, у нас матрица A у нас должна быть на этот раз квадратной. И транспонировать можно любую, конечно. Значит, A, N, N это квадратная матрица. Если B помножить на A равняется A помножить на B равняется единичной матрице размера N на N. Вот это единичная матрица. Единичная. Единичная матрица, это не все единички. Но как бы это было. Надо было внимательно слушать предыдущие лекции или почитать секретную книжку, которая называется методичка A. Это матрица, у которой по диагонали стоят единички, а в ней диагонали стоят кули. Вот, единичная матрица, это вот такая штука. Соответственно, если B на A равно A на B равно единичной матрице, то B называется обратной к A, по-английски, соответственно, inverse of A, то B называется обратной к матрице A, inverse of matrix A, и, соответственно, обозначается B равняется A в минус первой. Обозначается вот так. Это определение, теорема. Тут не надо ничего доказывать. То же самое про A. Да, то же самое можно, конечно, сказать про A. A является обратной к B, и обозначается A равняется B в минус первой, в силу некоторой симметричности этого определения. Хорошо, давайте, значит, посмотрим какие-то наблюдения про обратную матрицу. Иногда обратную матрицу найти очень легко. Давайте такой простой пример, когда обратную матрицу найти очень легко. Если я возьму матрицу A равную 2, 0, 0, 5, и хочу найти A в минус первой. То есть я хочу найти какую-то такую матрицу, так что ее помножишь на 2, 0, 0, 5, и получишь единичную. Какую матрицу надо взять, чтобы, помножив ее на 2, 0, 0, 5, получить единичную? Ну да, попробуем. Вот Оля предлагает следующую версию. Давайте возьмем в качестве версии 1, 2, 0, 0, 1, 5. Давайте посмотрим, помножим на 2, 0, 0, 5. Помните, как матрицы умножаются? Нет? Кто помножил? Строка на столбец. Да, строка на столбец. То есть вот если я хочу посчитать вот этот элемент, я должен что взять? Первую строчку. Первую строчку помножить на что? Первый столбец. Помножить на первый столбец. Если вот эту строчку 2, 0, помножить на 1, 2, 0, что получится? 1, 2, 0. Сколько получится? 1, 2, 0. Когда вы строчку умножаете на столбец, вы получаете что? Числовым очень, значит, слово получится один Оль, помнишь, как строчку на слове? Юль, помнишь, точно? Да, элементно А потом? Перескладывается Хорошо, вот здесь сколько будет? Почему? Вот этот элемент, это С1,2 С1,2 Я какую строчку должен в матрице взять? Первую 2,0, помножить на какой столбец? На второй На ноль, одна пятая Сколько получится, если 2,0 помножить на ноль одну пятую? Ноль Две пятые Две пятые Ноль Как умножить строчку на столбец? Я не понимаю, что мы только что странспонируем, что-то делаем, мы все поняли А оказывается, умножение это проблема 2,0 умножить на ноль, одна пятая 2 на ноль, это сколько? Ноль Плюс ноль на одну пятую, это сколько? Ноль Ноль Хорошо Вот здесь что будет, этот элемент? Ноль И вот этот элемент сколько будет? Беденница Нашла Оля обратную матрицу? Нашла Нашла Матрицу Вот Но обратную матрицу не всегда так легко находить Иногда ее находить сложно Давайте придумаем какой-нибудь способ нахождения обратной матрицы Ну, на каком-то примере Давайте на примере придумаем способ нахождения обратной матрицы Есть у нас маленький 2, 1, 1, 1, 1, допустим 3 И мы хотим найти какую-то обратную матрицу, то есть вот это это А, а я хочу найти А в минус 1 Соответственно, как мне это сделать? Ну, так легко это уже не получится Поэтому давайте попробуем такой честный подход Посмотрим, что надо получить Значит, я хочу, чтобы 2, 1, 1, 3 умножить на какую-то матрицу B B, 1, 1, B, 1, 2, B, 2, 1, B, 2, 2 Я хочу, чтобы получалось сколько? Да, должна правильно получаться единичная И 0, 0, 1 Хорошо Если я хочу, чтобы получалось единичное Пока до сюда нормально Хорошо Значит, давайте посмотрим Как получается первый столбец произведения Что надо взять? Вот, чтобы получить вот этот первый элемент Что надо взять? Еще раз Первую строчку и помножить на что? На первый столбец На первый столбец Чтобы получить вот этот нолик, что надо сделать? Вторую строчку и что? И тот же первый столбец Согласны? Поэтому я могу вот отдельно записать Вот это страшное уравнение матричное Я могу записать в виде двух уравнений 2, 1, 1, 3 Помножить на B, 1, 1, B, 2, 1 Должно получаться 1, 0 То есть, когда я умножаю строчку и столбец на первый Я должен получать первый элемент Вторую строчку на первый столбец Я должен получать второй элемент Понятно, откуда это дело сегодня? Нет Это условие на первый столбец И точно такое же есть условие на второй столбец Потому что как получается второй столбец результата? Берутся все строчки из левой матрицы И какой столбец? И второй столбец матрицы B Поэтому, соответственно, получается 2, 1, 1, 3 Помножить на B, 1, 2, B, 2, 2 Равняется 0, 1 Умеем мы решать такие системы уравнений или нет? Кто умеет? Ну, да, вопроса с этим мельтором еще не было Поэтому мы не знаем Мы можем только догадываться Значит, 2, 1, 1, 3, палочка 1, 0 То есть, мы забываем про, как называется Удобно Удобно Продолжение следует Удобно